Аждот, Израиль, 11 мая, РИА Новости Российский хор турецкого и арт-группа «Сопрано» исполнили песни победы перед тысячами зрителей на одной из самых крупных сценических площадок Израиля, продолжая многодневный праздничный марафон. Город Аждот на берегу Средиземного моря стал седьмым и предпоследним пунктом мирового турне, которое музыканты начали 3 мая в Париже и, выступив в Любляне, Вене, Берлине, Минске и 9 мая в Москве, завершат концертами в Нью-Йорке. Вы знаете, какой основной посыл всей этой истории? Все мы независимо от национальности. Должны объединиться вокруг одной идеи – сохранение нашей хрупкой планеты, сказал российским журналистом руководитель хора Михаил Турецкий. «Есть песня, которую мы переводим на язык той страны, где выступаем, хотят ли русские воины? Спросите вы у тишины, спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны, хотят ли русские воины?» «Вот это основное, – объяснил он, называя свой проект музыкальной дипломатией. Артисты выступили в Аждотском амфитеатре, одной из крупнейших площадок в Израиле, способной вместить под открытым небом до 6,4 тысячи зрителей. Для израильтян, по выражению турецкого, звучали песни о любви, мире, подвиге и немножко войне, в том числе «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка», «Бухенвальдский набат», еврейская молитва о Вину Малкейну, которую исполнила дочь музыканта. «Конечно, мы не можем без Израиля, потому что это наш Израиль», – говорит турецкий и рассказывает, какие чувства его переполняли при виде премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху, шедшего 9 мая по Красной площади в Москве в колонне Бессмертного полка, в Израиле, где живут тысячи ветеранов Великой Отечественной и миллионных потомков. День Победы отмечают широко и повсеместно. С недавних пор он получил в стране официальный статус с датой и церемониалом, закрепленным и особым законом, обязательством преподавать в школах и учебных классах армии и историю Второй мировой войны и разгрома нацистской Германии. «Благодаря закону, который прошел год назад, гимн Победы зазвучал у нас еще более сильно и мощно. Не было бы Победы, не было бы нашего государства», – говорит журналистом Министр Алии и Абсорбции, еврейской эмиграции в Израиле адаптации репатриантов, Ред, Софа Ландвер, которая приехала на концерт. «В ночь российские музыканты летят из Израиля в США, где уже в пятницу выступят в штаб-квартире ООН. Мы соберем всю мировую политическую платформу и расскажем ей, что такое Россия, и о наших миролюбивых чувствах, а потом будет еще очень важный концерт в Беттери Парк с видом на статую свободы, тоже в Нью-Йорке. Там наш тур закончится, 9 концертов, 8 стран, 5 поколений зрителей», – сказал Турецкий. Субтитры создавал DimaTorzok